13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение» в студии Анны Лапшина, и сегодня мы будем слушать особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Добрый день. Напоминаю, что нас можно не только слышать на 101.0, но и видеть. Работает онлайн-трансляция эфира на нашем сайте эхо-кирова.ру. Там же можно задавать вопросы гостю, вопросы есть, мы их разберем, но я думаю, что ближе к концу нашей программы все-таки начнем с тем, которые мы подготовили редакционно. И напоминаю, что продолжать можно задавать вопросы, мы их читаем не только на нашем сайте, но и посредством смс на наш номер 8909 720 101.0. Пишите, мы следим. Ну, Алексей, я не знаю, я не могу вас спросить все-таки, не спросить про кадровые перестановки в городской администрации, которые вы анонсировали накануне на своей странице ВКонтакте. Вы довольно активно пишите, довольно активный пользователь, в этом смысле удобный гость, потому что всегда можно оттолкнуться от тех тем, которые вы выкладываете. Накануне у себя на странице вы анонсировали уход Вячеслава Симакова. Это начальник управления благоустройства и транспорта городской администрации. Значит, Вячеслав Николаевич уходит на пост главы территориального управления по Первомайскому району города. Это повышение, потому что он будет уже в статусе заместителя главы администрации. Сам он подтвердил этот уход, сказал, что предложение было для него неожиданным, ну и, соответственно, нынешний глава Первомайского района, будем так сокращенно называть, Михаил Долгополов, уходит руководить Октябрьским районом. Я не знаю, ну вот хотелось бы на какие-то комментарии усаживать все-таки, потому что вчера социальные сети обсуждали довольно живо эту тему, и мнения разделились от действительно Вячеслава Симаков своей работой, заслужил повышение, вот, до того, что там его убирают, чтобы на его место привезти какого-то другого человека. Ну, мы все помним, да, что у нас управление благоустройства и транспорта занимается в том числе дорожным ремонтом и строительством, а в этом году Киров получает внушительную сумму на эти цены. Ну, сперва я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы меня часто приглашаете в эфир этой студии. Рада вас видеть, да. Мне отрадно, что средства массовой информации интересуются городской жизнью, постоянно делают публикации, и в том числе на основании той информации, которую пытаюсь предоставить и донести до жителей города Кирова я через свои все имеющиеся у меня каналы, в том числе и через интернет. Я действительно часто пользуюсь и своим сайтом, и страничкой ВКонтакте, и Фейсбуке, поэтому призываю неравнодушных к городской жизни кировчан присоединяться к нашим дискуссиям, в том числе и у меня на страничках. Что касается именно этого вопроса, то мне часто говорят о том, что в свое время и сейчас пытаюсь часто выносить так называемую ссору из избы, а в данном случае, конечно, не ссор, а информацию. Я считаю, что это не совсем правильное выражение. Мне кажется, что жители города Кирова должны знать о всех телодвижениях городской администрации, областной администрации, Кировской городской думы. Все те важнейшие вопросы и решения, которые принимаются там, должны обсуждаться коллегиально. А коллегиально – это вместе со всем городом. Значит, все средства массовой информации должны получать оперативно и быструю информацию. Поэтому по этому вопросу я хотел бы выразить следующее. Мне не совсем понятна эта кадровая ракировка. Почему? Потому что, во-первых, Михаил Долгополов работает в Первомайской администрации уже с 2009 года. Он прекрасно ориентируется в этом районе. Он знает каждый квадратный метр. Он знает ситуацию в целом. И уход достаточно сильного специалиста с насиженного, в кавычках, района на совершенно другую территорию, мне кажется, не совсем эффективным решением. Но может, просто надо исправлять ситуацию в Октябрьском районе, поэтому Долгополова туда переводят? Скорее всего, исходя из этих побуждений, действовала городская администрация. И Александр Викторович Перескоков принял именно это решение. Что касается Вячеслава Симакова, то, как вы знаете, и мне кажется, как должна происходить кадровая политика, она должна происходить из принципов «сделал дело, сделал благо в своем ведомстве, в своей вочине, то можешь уходить выше по карьерной лестнице». В данном случае я бы не сказал, что в вочине Вячеслава Симакова порядок и все механизмы налажены. Алексей, ну согласитесь, вотчина-то, знаете, не синякура. Тяжелая у него работа, правда? Вотчина тяжелая, действительно проблем много, финансирование скудное, но тем не менее, дороги лучше не стали, газоны зеленые не появились, снег не вывозится в тех объемах, в которых должен вывозиться, качество асфальтового полотна, ремонта дорог не выдерживает никакой критики, городская инфраструктура деградирует, общественный транспорт ездит не по расписанию, находится в неудовлетворительном состоянии. Но ведь ни один Симаков в этом виноват. Все понятно, кто руководитель в этом ведомстве, кто отвечает за эти городские инфраструктурные изменения. Ну вот смотрите, он же делает то, что может, как мне кажется, все-таки, активно общается со СМИ, активно работает с общественниками, да, если мы говорим про дороги, вот эта рабочая группа по контролю, собственно, сколько он с ними ездил, и сколько писали в прошлом году, что и ночью его там видели, и утром его там видели, на рассвете, фактически, вместе с дорожниками, уже контролирует ситуацию. Вы знаете, мне кажется, как... не кажется, а естественно, как человек, Вячеслав Николаевич, достаточно грамотный специалист, порядочный, ответственный человек. Но что касается его ведомства, то там есть колоссальная проблема. И когда человек уходит на повышение, оставляя после себя нерешённые вопросы и неналаженные механизмы, мне кажется, это преждевременная ротация. Поэтому, что касается Вячеслава Симакова как личности, абсолютно у меня к нему нормальное, хорошее, конструктивное отношение. Что касается его должности и деятельности, то у меня есть вопросы по его очине. — Можем ли мы предположить, кто займёт место Вячеслава Симакова в городской администрации, в управлении? — По логике вещей, это место, вакантное место, по логике вещей должен занимать его заместитель. Есть у него зам Дмитрий Печёнкин, поэтому, скорее всего, именно он возглавит управление. Что касается возможных слухов о кадрах, присланных из областного правительства, то мне кажется, не стоит ни мне, никому, либо ещё сейчас комментировать эти слухи. Потому что это всего лишь кулуарные беседы, кулуарные информации, и выносить их на публику пока преждевременно. Но журналисты постоянно пытаются задать один и тот же вопрос. Когда же в городской администрации появятся представители действующего областного правительства? — Я правильно понимаю, что всё, о чём мы сейчас говорили, окончательно станет ясно 26 апреля? — Ну, естественно, именно депутаты принимают решение о таких кадровых перестановках. Именно Городская Дума либо одобреет, либо не одобреет поставленные кандидатуры. — Ну, то есть ждём следующей среды, что называется. — 26 апреля. — Ещё одна небольшая кадровая новость, кадровая тема, которую мы бы хотели обсудить. Но, наверное, мы сначала сходим на небольшой перерыв, вернёмся через минутку. И мы продолжаем выслушать особые мнения Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Собственно, о думе сейчас и поговорим. Сегодня опубликованы информации о том, что депутаты городской думы отчитались о своих доходах. Кого интересно, кто стал самым богатым депутатом, может зайти на наш сайт, прочитать новости. Это Владимир Журавлёв. Кто хочет посмотреть более подробно, сколько у кого что и чего во владении, может зайти на сайт наших коллег газеты «Бизнес-новости». Там тоже есть иная информация. Алексей, вы у себя в ВКонтакте написали, «Редеют ряды городских избранников». Из-за не сданной декларации о доходах и расходах на заседании комиссии по местному самоуправлению городской думы вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата от партии «Единой России» Сергея Голофаева. Я так понимаю, что это такая штатная стандартная процедура. Если депутат не отчитывается о доходах, по разным причинам не успел, опоздал, был на больничном, в отъезде, в отпуске, в командировке. Всё? Эта процедура действительно достаточно штатная, она прописана в законе. Единственное, эта процедура беспрецедентная. Ещё в Кирове не было такого, чтобы депутаты лишали своего мандата из-за не сданной декларации о доходах и расходах. А были случаи, когда не сдавали декларацию? На моей памяти нет. На вашей памяти нет. Поэтому в этой ситуации остаётся только сожалеть о том, что число городских избранников постоянно сокращается, и если мы вспомним, что с момента 2012 года, с момента выбора в Городскую Думу, Дума изменилась больше, чем на 30%. Поэтому стоит отметить, что всё-таки городские избранники должны качественнее подходить к своим обещаниям перед избирателями и, скажем так, работать на благо кировчан, работать в Городской Думе, а не выбирать между бизнесом, между областным ЗАГС Собранием и Городской Думой. Если человек идёт на выборы, он осознаёт всю ответственность и степень лишений на посту у депутата Городской Думы. Поэтому надо быть ответственным перед избирателем. Да, Алексей, давайте напомним, пожалуйста, нашим слушателям, депутаты Городской Думы ведь не получают зарплату за свою работу, правильно? Нет, не получают. Существенная работа, фактически. То есть у вас там есть какая-то небольшая сумма, которая выдаётся на исполнение наказа избирателей? Даже она больше не выплачивается. А, вот так вот даже, да? Понятно. То есть если пошёл в Городскую Думу, будь готов бесплатно, в свободное от основной работы время, всё-таки трудиться. Неизвестно, почему Сергей Голофаев не подал декларацию? К сожалению, неизвестно. Завтра будет заседание комиссии по местному самоуправлению. Именно на этой комиссии будет рассмотрен вопрос о обращении от лица Городской Думы в прокуратуру Кировской области и о... А кто инициировал обращение? Это по закону, это прописано в законе, это так надо делать. Поэтому здесь ничего нет крамольного. И ещё раз повторюсь, остаётся только сожалеть, что в Думе остаётся всё меньше и меньше депутатов. Ну, на самом деле, подождите, мы скоро дождёмся сентября, и в сентябре, наверное, полный состав будет, полный комплект. Полный аншлаг. Полный комплект. Хорошо, давайте к ещё одной теме перейдём. Опять же, с вашей странички ВКонтакте, опять же, история, связанная в некотором смысле с решением депутатов. Как я понимаю, да, вы пишете про Клуб Родина и Горэлектросеть. Информация эта не была широко известна, широко доступна. Оказывается, некоторое время назад Клуб Родина получил займ, от муниципального предприятия Горэлектросеть, а теперь, собственно говоря, городской бюджет покрывает сумму этого займа. Всё верно? Всё верно, да. Ну, почему так произошло? И вообще это публично было, или это было сделано как-то тихо, тайно? Ну, естественно, займ предприятия для спортивного клуба был сделан исключительно между двумя организациями. А муниципальные предприятия не должны каким-то образом отчитываться о своих тратах подобных? Ну, по сути, это самостоятельное предприятие, которое имеет главную цель – это получение прибыли. Поэтому, в принципе, не должны. Естественно, муниципальные предприятия под контрольной администрацией города Кирова. И такой серьёзный и важный вопрос без одобрения контролирующего органа не должен был совершаться. Это тоже немалое решение. Я думаю, что… На уровне главы администрации? На уровне администрации города. Кто именно? Эти все вопросы мы обязательно будем задавать на заседание Городской думы, потому что вопрос очень спорный, очень дискуссионный. Во-первых, почему МУП «Гороэлектросеть» предоставил займ хоккейному клубу «Родина»… Давайте сумму назовём. 21,5 миллион рублей предоставил хоккейному клубу «Родина», зная, что хоккейный клуб находится в крайне плачевном финансовом состоянии. Давно это было? Это было совсем недавно, буквально несколько месяцев назад. То есть займ был краткосрочный. Значит, во-первых, вот этот факт смутил. Во-вторых, на основании чего именно город Киров возмещает убытки МУП «Гороэлектросети»? Потому что среди учредителей хоккейного клуба «Родина» есть и правительство области, в лице Министерства спорта и молодёжной политики, есть завод «Лепсия». Но почему именно наш дефицит на 600 миллионов рублей бюджет имеет такую возможность и такие колоссально неограниченные возможности гасить многомиллионные займы? Алексей, но мы ведь не знаем, может быть, они по очереди просто договариваются и каким-то образом помогают клубу. Один учредитель, другой учредитель, третий. Может быть, сейчас просто очередь пришла городского бюджета. Вы знаете, такой дискуссионный вопрос, именно это мы и хотим обсудить на заседании Думы. Ещё вызывает недоумение, почему именно в такой форме были выделены средства «Гороэлектросети». А я напомню, что деньги были выделены на пополнение уставного фонда «Гороэлектросети». Это именно в тот год и в тот момент, когда МУП «Гороэлектросеть» акционируется в АО «Гороэлектросети». Так. Почему это важно? Это важно, потому что это вызывает очень спорные вопросы вообще о процедуре, о схеме возврата этого долга. Почему не напрямую погасить этот долг? Почему вообще гасить этот долг? То есть, слишком много вопросов это вызывает. Мне кажется, здесь нужно разбираться не только депутатам Городской Думы, но и счётной палате, и представителям, в том числе, если появятся более серьёзные вопросы, представителям правоохранительных органов. Потому что, насколько мне известно, именно с уголовным делом в отношении бывшего президента хоккейного клуба Родины связаны вот эти перемещения денежных средств. Поэтому, мне кажется, всё-таки компетентные органы должны поставить точку в этом вопросе, либо как-то проинформировать городских депутатов о ходе расследования в том числе. Но компетентные органы ведь туда обратиться кто-то должен? Или вы думаете, они на основании некоторых публикаций в СМИ и в социальных сетях сами могут некоторым образом заинтересоваться вопросами? Ведь это открытая информация. Это совершенно открытая информация. Я вообще убеждён, что в городской, либо в областной власти не должно быть никакой закрытости. Максимальная прозрачность всех финансовых и управленческих телодвижений. Ни в коем случае нельзя закрываться от людей. И тем более от таких серьёзных решений, как выделение многомиллионных средств из бюджета. Но ведь это очень важный вопрос. Мы не можем отремонтировать водонапорную станцию в микрорайоне Ленгасово, из-за чего могут возникнуть перебои с холодным водоснабжением всего микрорайона. Там по меркам бюджета копейки 3,5, до 10 миллионов рублей. Вся смертная стоимость проекта. То есть 8 раз меньше, чем выделяется. Мы здесь выделяем 21,5 миллиона рублей. Непонятно куда, непонятно на что. И самое главное, хоккейному клубу Родина вот этот займ не поможет. Но у них, к сожалению, положение достаточно тяжёлое. Вопрос в этом остаётся открытым. Я вас поняла. Мы можем как-то прогнозировать всё-таки историю, чем она закончится? То есть обязан всё-таки городской бюджет погасить этот займ или нет? Мы это будем понимать. И ответы на многие поставленные вопросы мы получим 26-го часа на заседание Городской думы. Именно для этого существует местный парламент. Чтобы народные избранники задавали вопросы и получали на них крамотный и компетентный ответ. Алексей, ну вы напомните мне, пожалуйста. Я так понимаю, что в Городской думе в некотором смысле гегемония одной партии сейчас существует. И если будет принято решение на уровне этой партии всё-таки деньги дать, то их дадут. Ну вы знаете, этим и отличается сегодняшняя ситуация и в областном ЗАГС-собрании, и в Кировской городской думе. Когда есть преимущество одной партии, неважно какой, единая это Россия или другие политические партии, то ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит к постоянной гегемонии и единоличному принятию решения, и совершенное отсутствие консультаций между всеми политическими силами. И поэтому в сентябре 2017 года, мне кажется, я убеждён, что кировчане сделают осознанный выбор в пользу того, чтобы нарушить эту гегемонию одной партии и сделать действительно конкурентный городской парламент. Давайте мы к этой теме ещё обратимся, чуть ближе к концу программы. Я всё-таки хотела бы немножко поговорить про открытость власти. Вы сами об этой теме заговорили. Собственно говоря, об открытости. На сайте городской администрации появилась новая рубрика «Актуальное интервью без купюр». Как говорится, под этой рубрикой будут публиковаться интервью руководителей администрации города, муниципальных служб, организаций. Ну и вот, собственно говоря, первый человек, чью интервью там опубликовано, это начальник управления градостроительства и архитектуры Ирина Рубцова. Интересующиеся могут зайти на сайт городской администрации. Ссылочка вверху справа, «Актуальное интервью» и дальше, собственно говоря, ознакомиться. Достаточно такое обширное интервью Ирины Васильевны, но в частности удивили меня несколько вещей. Оказывается, управление архитектурой и градостроительством не всегда может повлиять на застройщика. То есть то, что мы вменяем им обычно в вину, почему у нас застраиваются исторические центры, почему у нас застройщики хотели строить 10 этажей и строят 20, оказывается, не виноват у нас управление архитектурой и градостроительством. Это действительно так? Вы знаете, что касается этой рубрики, то я не вижу особых отличий между обычным интервью и интервью без купюр на сайте администрации города Кирова. По сути, это одно и то же. Что касается именно этого интервью нашего начальника управления, то здесь возникает опять же... Но Вы читали же его, да? Конечно, я читал. Здесь возникает опять же масса вопросов. С точки зрения правовой работы, то есть работы согласно действующему законодательству, естественно, полномочия и компетенция начальника управления градостроительства, архитектура, она вполне понятна и логична. То есть они работают и исходят, исходя из только нормативно-правовых актов. И отказать в разрешении на строительство по каким-то вымышленным из головы или каким-то предпочтениям бывает крайне тяжело. Нужно отказывать только исходя из буквы закона. Но что касается вообще нашей градостроительной и архитектурной политики в городе Кирове, то здесь, конечно же, масса вопросов. Все мы прекрасно видим, как все выезды и въезды в город Киров заполонили эти абсолютно уродливые и некрасивые многоэтажки. Как вы сейчас по нашим застройщикам-то пошли? Панельные конструкции. Совершенно проблемными остаются вопросы застройки в исторической части города. Это дискуссионный вопрос и тема, которую почему-то, к сожалению, никто из представителей средств массовой информации не поднимает. А это именно пожары в деревянных домах рядом со строящимися объектами. Вот вы посмотрите, стоит себе деревянный дом с печным отоплением, где-то на территории города Кирова, сто лет стоит. Построен еще чуть ли не при царе-батюшке. И как только начинается стройка рядом с этим деревянным домом, неожиданно он начинает гореть. Сто лет он и горел, а здесь он за неделю превращается в груду опилок, в груду пепла. И этот вопрос никто не поднимает. А это очень серьезные правонарушения, они в городе повсеместно. И этим, как мне кажется, занимается не одна строительная компания. Это целый спектр так называемых недобросовестных строителей. А что касается в целом архитектурной политики, то здесь, безусловно, я бы отметил нежелание городских властей уделять внимание красоте и внешнему облику нашего города. Вот вы посмотрите в Казани, например. В Казани сильная муниципальная власть, очень сильная. Ни один дом не будет построен, не согласовав свой дизайн-проект в местном департаменте архитектуры. Ну, там согласовывают, как должен выглядеть фасад, сколько там этажей, какие будут окна. А у нас происходит по-другому. У нас выдается разрешение на строительство. И как таковой дизайн-проект, он может меняться уже в ходе строительства. Ага, то есть сначала хотели одни фасады, потом построили другие. Это происходит повсеместно. Это происходит повсеместно. И часто такое бывает, что заявляют на строительство пятиэтажного жилого дома, а появляется 15-этажный жилой дом. Вот на улице Хлыновской типичный пример, когда появился совершенно уродливая высотка, 15, по-моему, этажей, а разрешение было выдано на пятиэтажный жилой дом. Ну вот, как это назвать? Но это же тоже согласуется каким-то образом. Там потом в ходе работы и строительства, я так думаю, что не совсем произвольно застройщик поднимает этажность. Всё-таки, наверное, какие-то бумажки-то там подписывают. Да, конечно, какие-то бумажки подписываются. Многие вопросы решаются через суд. И суд зачастую встаёт на сторону застройщиков. Почему? Потому что у застройщика все документы в порядке. С точки зрения документального содержания строительства нового жилого дома, у застройщиков бывает всё нормально, всё красиво, всё в порядке. Но с точки зрения здравого смысла, архитектурного облика, здесь городская власть должна быть сильнее. Из-за того, что городская власть здесь проявляет слабинку, у нас появляются уродливые высотки, у нас застраивается исторический центр, у нас совершенно отсутствует городская инфраструктура с точки зрения парковочных карманов, предметов благоустройства. Детские площадки появляются, но они в основном являются такими банальными подачками строителей местным жилым. Ну, должна она быть, детская площадка, да, по закону. И вот вам, пожалуйста, 2 на 3 метра детская площадка. Самое страшное, конечно, это парковочные места. С этим сталкивается каждый кировчанин. В центр города невозможно заехать, невозможно оставить свой автомобиль. И сюда, в редакцию, я к вам хожу пешком только потому, что не могу оставить здесь автомобиль. Здесь сложности с парковкой, безусловно. Ну, это всего лишь один из примеров. И в новых строящихся микрорайонах с подрядчиками и со строителями необходимо договариваться о том, чтобы они помогали строить и обеспечивать дополнительную городскую инфраструктуру, а не просить исключительно этого города. Я вас поняла, у меня единственный вопрос, перед тем, как мы уйдем на рекламу, очень коротенький. Скажите, пожалуйста, вот если бы городские власти по поводу проекта застройщиков, про которые они говорят, что мы не можем их изменить, да, вот и повлиять каким-то образом, потому что там по закону всё правильно и всё верно, если бы они хотя бы публично выражали своё несогласие с этой позицией, как вы думаете, застройщики бы к ним начали прислушиваться или нет? Вы знаете, для застройщика самое главное – это имя. Имя и имидж. Если строительная компания зарекомендовала себя как качественный подрядчик, как бизнес, который ведёт социальную и активную деятельность, то и клиенты к нему потянутся. И мы это видим, например, в примере одной из строительных компаний, которая застраивает микрорайон Солнечный берег, например. Посмотрите, какие там красивые дома, какая там создана инфраструктура, как подрядчик относится к своим домам, как подрядчик относится к дорогам. Это не реклама микрорайона Солнечный берег, я должна ответить этому просто в качестве примера. К линии освещения и так далее, и так далее. Ведь есть качественные и порядочные подрядчики, а есть те, которые выжимают всё, что можно из долевиков. В Кирове известны случаи, когда есть и обманутые дольщики, и не один дом простаивает. Поэтому здесь самое важное – имя и имидж. Если строители это поймут, то у нас в городе будет порядок. И самое главное, чтобы появилась сильная власть. Сильная городская власть будет договариваться и будет работать с застройщиками таким образом, что город наш будет только облагораживаться, и новые стройки будут красивые. Особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы, продолжится через две минуты. У нас небольшая реклама. И мы продолжаем программу «Особые мнения». Слушаем особое мнение Алексея Кузьмина, депутата Кировской городской думы. Алексей, ну вот обещала я вопросы от слушателей задать, не могу отмануть их ожидания. Поэтому давайте сначала к вопросам, и потом ещё у нас одна небольшая тема, связанная с политикой. Собственно, вопросы тоже связаны с политикой. Василий Степанович спрашивает вас на нашем сайте. Алексей подходит к концу нынешней созыв гордумы. Многие единоросы уже планируют пойти на новый срок. На ваш взгляд, сделала ли Единая Россия за этот срок вот что-то будет для Кирова? Я прошу прощения, сейчас, я так понимаю, будет много критики в адрес Единой России, да? Но мы слушаем особое мнение, некуда деваться, надо слушать. Критиковать можно сколько угодно. Важно, чтобы критика была конструктивной, и чтобы имелась альтернативная точка зрения, и были определённые предложения. Критиковать можно Единую Россию за многое. Есть и инициативы, которые выдвинуты этой партией, которые носят исключительный характер выгоды для представителей именно этой партии. Поэтому здесь какую-то конкретику вносить достаточно тяжело. Здесь надо работать и оценить те инициативы, которые выдвигала Единая Россия. Что касается следующих выборов, в сентябре 2017 года, ну естественно, партия Единая Россия будет запускать избирательную машину на всю катушку. Будут применены и административные рычаги, и различные технологии, в том числе, как мне кажется, и чёрные технологии. Именно с этими технологиями надо бороться всем оппозиционным партиям и другим политическим течением. Ну естественно, избиркому. Но, к сожалению, избиркому в последнее время проявляют всё меньше и меньше активности, и бороться с этими технологиями в одиночку приходится всё тяжелее. — Тут ещё один наш слушатель, который подписался, Владимир Бикетов. Я напомню, Владимир Бикетов — это исполняющий обязанности министра внутренней информационной политики Кировской области. Я не уверена, что это он, если честно, но тем не менее. Спрашивает вас, как вы относитесь к представителю, и дальше я цитирую, самой успешной партии страны Единой России в Рио губернатора Кировской области Игоря Васильева. Вот личные оценочные суждения будете сейчас давать? — А скажите мне, пожалуйста, самая успешная политическая партия Единая Россия — это на основании чего сделан такой вывод? — Не могу сказать. — Успешно тем, что всеми правдами и неправдами получают мандаты и места в Государственной Думе, в областном законсобрании, в городской думе? Ну, если это считать успехом, то, мне кажется, это неправильное выражение. С точки зрения оценки действующего в Рио губернатора и возможного его выдвижения на пост действующего губернатора, то мое мнение следующее. Сегодня идет процесс переговоров трех политических оппозиционных партий — Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР — на предмет выдвижения единого кандидата на пост губернатора Кировской области. — То есть не отказались еще от этой идеи? — Ну, конечно, эта идея по-прежнему актуальна, и именно сейчас она дискутируется и обсуждается. Если политические партии коллегиально примем такое решение о выдвижении конкретной фигуры, то, естественно, я буду поддерживать эту фигуру. И в том числе и в плане работы на избирательной кампании в избирательном штабе, безусловно, буду оказывать всю возможную поддержку именно этому кандидату. Если по какой-то причине эти переговоры провалятся и не состоятся, и выборы будут, скажем так, абсолютно конкурентными среди всех политических сил, то я буду поддерживать представителей Справедливой России. — Ну, понятно. Это ваше право, конечно, да, безусловно. Еще хотела обратиться к вашей странице ВКонтакте, прежде чем задам еще один вопрос. Вы уже начинали об этом говорить, о том, что Единая Россия в некотором смысле дискредитировала себя в городе Кирове, и у депутатов оппозиционных партий есть все шансы попасть и побороться за места на ближайших сентябрьских выборах в Городской Думе. Вы действительно верите в то, что это возможно? Ну, то есть вы же сами сейчас говорите, что будут включены все рычаги, будут подключены все ресурсы возможные, да? Теоретически, да, можно побороть там, да, в условиях непопулярности какой-то. Во всем видовата Единая Россия в том, что мы плохо живем. Вот. Можно побороться. — Вы знаете, рычаги административные, финансовые... — Я не утверждаю. — ...технологии — это все-таки инструменты. А главным субъектом на выборах является избиратель. И какое решение примет избиратель, известно лишь ему одному. И все политические силы, которые представлены в городе Кирове, имеют абсолютно одинаковые шансы и права представить своему избирателю, свою программу, своих кандидатов, своих фигур. И отдавать приоритет какой-либо политической партии не стоит. И это неправильно и некрасиво. Но, как говорят эксперты и аналитики, сегодняшние рейтинги Единой России очень малы. Они ничтожно малы и, по крайней мере, пока не имеют определенных перспектив. — Это мы про Киров сейчас говорим? — Это мы про город Киров говорим, да. И именно об этом я и пытался поговорить со своими читателями, пытался донести ту информацию, что сейчас сложилась такая конъюнктура, что оппозиционные силы имеют абсолютную возможность получить большинство в городской думе. А большинство — это больше 50%. А согласно уставу города Кирова, главу города Кирова избирают среди депутатов большинством, присутствующим на заседании. — Что это означает? Это означает, что если оппозиция отбросит все свои противоречия, разногласия по политическим, по кадровым вопросам, по экономическим вопросам, и сядет за стол переговоров, и будет совместно проводить и избирательную кампанию, будет выдвигать на округах единых кандидатов, то оппозиция имеет абсолютные шансы получить большинство в городской думе и представлять своего главу города Кирова, заместителей главы города Кирова и председателей комитетов в городской думе. А это уже, как вы понимаете, совсем другая власть. Я считаю, что такая власть будет более эффективная, она будет более ответственная и будет представлять тысячи и даже сотни тысяч кировчан. — Ну, агитацией за какую-то конкретную оппозиционную или неоппозиционную партию мы заниматься не можем, и тем не менее можем призвать людей приходить на выборы. Я так понимаю, что оппозиция просто заинтересована в том, чтобы явка была как можно более... — Естественно, мы заинтересованы, чтобы на избирательном участке пришло как можно больше людей и отдали свои голоса за ту партию, которой они отдают предпочтение. — Хорошо. Я думаю, что на этом нам, к сожалению, вот сейчас уже надо завершаться. Последний вопрос вам задам. Анна спрашивает вас на нашем сайте. Почему из всех депутатов только вы самые активные? Остальные спят, что ли? — Ну, не спят. Я думаю, остальные депутаты, естественно, тоже работают и принимают участие и в общественной, и в политической жизни региона. Ну, вот так получается, что мне удается взаимодействовать и с социальными средами, и активно пользуюсь интернет-ресурсами, и с представителями средств массовой информации, со многими, к счастью, знаком. Поэтому пытаюсь быть открытым и пытаюсь доносить информацию из городской власти на уровень... — Про инсайдерскую информацию у вас спрашивают. — Ну, я бы не сказал, что у меня там какая-то постоянно есть инсайдерская информация, это информация официальная. Я просто пытаюсь ее донести до горожан. — То есть, ее просто нет в открытом доступе? — Я убежден, что горожане должны знать всю информацию и все движения, которые происходят в городской власти или в областной власти. Это априори, это не надо доказывать, это так должно быть. Вообще необходимо ликвидировать все шлагбаумы, пропускные системы, видеокамеры и все остальное. И кабинеты чиновников и в городской, и в областной администрации, тем более депутатов городской думы, должны быть всегда с распахнутыми дверями. — Слушайте, ну когда же они работать-то будут? Вы уж совсем как-то предлагаете радикальные изменения просто. — Работать надо с людьми. — Понятно. Алексей Кузьмин, депутат Керпской городской думы. Было у нас в особом мнении. Я лучше напрощаюсь с вами. Алексею, спасибо. — Спасибо, до свидания.